Приветствую, друзья, сердечно. Слушайте, вот смотрите, я рукой вот так делаю и резкость увеличивается. Эта камера так работает. Вот то же самое. Внимание теперь. Завтра у нас ликбез бесплатный. Если внимания не обратить, вот так вот не сделать, то все проходят мимо. Я сейчас придумал такую вещь, ну просто потрясающий, будет мировой бестселлер, потому что я приглашаю туда авторы, участников моих друзей, которые тризовцы, которые, ну, много изобретений сделали, и у меня есть изобретение, я методик ключ изобрел, и там много чего делал, и Марс-500 готовил, там и в Беслане людей выручал, и потом учил психологов. Почему я это говорю? Ну, чтобы кто не в курсе, чтобы узнали. И вообще надо смотреть у меня под роликом описание. Там все про меня написано, чтобы было понятно, что я заслуженный врач, там, психолог, там работал профессором кафедры здоровья и сбережения Нижегородского института развития и образования. Ну, много там чего написано, поэтому я перечитать не буду. А вот смотрите, вот мы сидим там с друзьями и лимонад пьем. Лимонад, да? Лимонад. Эту картину я дорисовываю. Я ее много-много раз рисовал, перерисовывал. Кто смотрит, как говорил мой друг Валентин Никулин, кто следит за моим творчеством, может понять, какая-то картина была раньше. Ну, друзья, давайте вот что сделаем. Моя миссия, моя миссия, не только вот так вот сидеть и рассказывать всякие, рассказывать, а моя миссия не только в том, чтобы картины рисовать и вас радовать. Я же еще придумал формат коллективный разум, когда картину рисую, а вы мне подсказываете, что добавить, что убавить, что изменить. Ну, я понял в последние годы, что у нас прекрасный коллектив. Прекрасный коллектив, потому что мне удалось вместе с вами, с участниками, почетными участниками Школы Человек Будущего, Homo Futurus, создать несколько книг. Там есть и ваши фамилии, и ваши приемы усовершенствования метода ключ. Да, и все рады, и все довольны. Вместе мы сила. Поэтому сегодня наступил момент, когда весь мир находится в точке неопределенности, в точке бифуркации, вы знаете, и нету нового слова. Как раз-таки мы это слово и скажем. Мы это слово и скажем, поэтому я сейчас делаю супер-бестсиллер. Сейчас я Рашиду позвоню, скажу, чтобы он там у себя нашел издателя у себя в стране, потому что в своей, как говорится, в своей стране пророка не бывает. Может быть, там пускай издадут, а потом, когда к нам придет, ну, как обычно, это бывает. В общем, так бывает. Вы знаете, все, мы копирку, копирку, при этом говорим, какие мы молодцы. Да, ну, мы молодцы, если я же сейчас это сделаю, чего в мире нет. Это же мы, друзья. Так вот, пожалуйста, вот сейчас пишите комменты, что добавить, что убавить. Завтра ликбез, имеющий уши, да услышит, как говорится, и не говорите потом, что не слышали. Все, кто имеет вопросы ко мне, по страхам, по тревожности, по зависимостям, по тому, как раскрыть творческие качества, о которых даже раньше не подозревали. Вот сейчас мне пишут такие благодарности постоянно, что кто-то начал рисовать, кто-то начал петь, кто-то уже начал поэзию создавать такую большую, которую он даже не ожидал, что у него это есть, такой талант. У нас же в школе этому не учили, а в школе человек больше всего этому учат. Потому что у нас, в принципе, не только повторение, мать учения, которое старательно себя воспитывает, настойчиво воспитывает, это очень хорошо. Исполнительность воспитывает, но и создаёт шаблонное мышление, которое мешает человеку творчески думать. А я сейчас как раз делаю супер-бестеллер, где будет инструкция для изобретателя. Инструкция для людей, которые хотят развиваться, хотят изобретать, создавать новое, говорить то, что до них никогда никто не говорил. А я живой пример. Я междисциплинарник и рисую, и книги пишу, и больным помогаю, острые ввожу из стресса, критической ситуации в любой точке мира. Интернет позволяет. Поэтому от нас очень многое зависит. Я вам ещё раз хочу сказать. Если мы проявим активность, то мы можем изменить ход истории. То, что я говорю, это так. Я хочу, чтобы вы это поняли. Кто это ещё не понял. А кто понял, давайте, давайте. Вопросы и философские, и социальные, кроме политики. Политикой наш канал не занимается. Мы бережём наш канал. Итак, завтра 20 часов. Выходите на YouTube-канале. Будет у нас очередной регулярный, бесплатный, ежемесячный ликбез. Готовьте вопросы. Там будет сброшен Zoom. Вы будете выходить в Zoom, задавать вопросы. Можете интимными тайнами своей личности не делиться. Нам это не нужно. У нас есть две фишки. Первое. У нас есть индикатор напряжения, который сразу позволяет вам лично оценить своё состояние, не объясняя, чего и как. Мы не морочим голову тем, когда вас петух клюнул, чем вы болели. Вот это всё можно не рассказывать. У нас есть индикатор напряжения, который сразу вы поймёте, что и как. И второе. У нас есть приёмы, которые снимают стресс автоматически. Но самое главное, я научу вас использовать энергию напряжения стресса, чего никто в мире никогда не делал до нашей школы. Использовать энергию напряжения стресса в собственных интересах. Для изобретательства, творчества, здоровья, долголетия, омоложения. Ну, как я, например. Молодею с каждым днём. Да, до встречи, друзья. Не забудьте ещё раз. Завтра в 20 часов. Завтра в понедельник. До встречи.